всем привет друзья 1059 в эфире меня зовут павел 15 сентября середина месяца ей до среда и середина недели середина месяца середина недели вот такие вот совпадения середина рабочей недели а вот такие вот всем привет всем еще раз привет добро пожаловать сюда сюда туда куда вы пришли день жабки разу почему ности будут полухарский да да нет новости вам новости теперь придется с лупой рассматривать или свачках или в бинокле потому что потому что разрешение экрана увеличилась в несколько раз и теперь весь текст на экране будет маленьким я-то его прочитаю без проблем а вот вы нет хотя вы вряд ли до этого что-то читали вряд ли вы вообще смотрели в экран до этого вряд ли вы вообще что-то слушали просто включали и все 959 начинает совсем не в 159 почему начинается в 159 вообще без каких-то легкой без каких-либо проблем к трансляция когда началась в 159 так что не знаю какие у вас проблемы вот то что я сижу в дочитываю twitter это вас волновать не должно никоим образом трансляция началась началась вы же тоже не в 159 приходите а-а-а-а тоже не приходите но не все во всяком случае тут конечно приходит в 159 а кто-то нет приходится ждать всех пока все подтянуться вот так что так что не надо тут как будто только я один такой мне почитаю я заказал в алиэкспрессе чехол и стекло еще чехол еще чем заказал четыре вещи каких-то сказал но мне почему-то говорят что номер был не был указан окей но я же указал тимол жалуется на что-то мы сообщим вам по указанному но я в иная вроде попросила же через тимон не доставлять опять придется забирать она я понял это это удлинитель вот что я еще сказал и избежный удлинитель два чехла стекло что еще и сказал а ну да все все правильно 44 товара все все верно все верно все так и есть вот мимо ли стоит прощается почему я должен прощаться с мемами что лишь бы не с пупой но про это вам не скажу может быть и с пупой агент софта 3 3 ген софт 3 подписываться на 17 месяц подряд и вчера еще mantis metal подписался во время транс точнее анониму из подписал mantis mental а вчера во время трансляции apple какой трансляции apple не было никакой трансляции apple я вчера ничего не стримил ничего не знаю ничего не было вот но в общем mantis mental тоже подписали что не обратил на это внимание что по ходу оповещения не было или что или что В смысле, вряд ли Ну а что, разве не вряд ли? Досмотрел Старую Дюну в итоге? Да, досмотрел Это очень весело Очень смешной фильм Причем забавно, как в начале Давно досмотрел еще Пару дней, три дня, четыре дня назад Забавно, как Финчер сначала Линч, Линч, там Дэвид Линч Не Финчер, а Дэвид Линч Как он сначала все прям так Размазывает долго Долгие паузы, долгие разговоры Долгие взгляды А потом где-то после середины фильма Все просто такое Понеслось, понеслось Раз, эпизод, два, эпизод Вот он уже, короче Встретился с Этими жителями планеты Вот они уже научились Вот он уже захватил червя Вот они уже атакуют Вот уже предательство Вот уже драка, вот уже все Вот и все И конец Раз деньги кончились На половине фильма Кончились деньги И все Я хотел еще Я вспомнил про сериал Но я там посмотрел Что ты подумал Да ну нахер Не буду смотреть Сериал называется Дети Дюны Он, как я понимаю По вселенной Но не по По-моему Вроде не по Не по фильму сделал Хз, короче Я помню, что я его смотрел Когда-то давно Причем их чуть ли не два сезона Там эти Или два варианта Дети Дюны Ну хз, короче Чуть подумал Так вот и не Особенно после После фильма Я так вот Да нет, спасибо Дети Дюны Это продолжение А, ну вот Вот по второй книге Так подожди Первая книга же тоже То есть Точнее Фильм оригинальный Он же и по первой Второй книге Просто Вторая книга Получилась очень скомканно Он подписал меня на 159 Я выклинчил подписку Ну не знаю 23 часа назад А, это вместе с проксиком Окей, все Я, точнее, проксик Ну я, я, окей Все, ладно Я уж запутался Генсофт Он подписался Все Я сериал по первой книге Он норм вполне Я стрим с 7.30 Жду Зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем? Не захотелось Новый iPad mini? Захотелось Но Жирный Он, да, дорогой Но он крутой Но я не вижу На данный момент Не вижу смысла Да, в нем А-15 И он клево выглядит Но Я покупал Планшет Для удовлетворения Своих потребностей И они удовлетворены То есть Мы можем Нормально вести новости И Что самое интересное Я действительно Обнаружил для себя Сценарий Использования Планшета дома Я думал Что он мне не будет Нужен абсолютно Я думал Что я буду им Пользоваться Вот в рамках Новостей И иногда Буду ездить Там куда-нибудь За город И там им пользоваться Потому что Ну Так удобнее Не знаю Компьютеры Не возить Вполне себе Там В Call of Duty Mobile Пошпилить Кинчик Посмотреть Все И там Ютубы Посмотреть Всякие Твичи И прочее То есть Я думал Да без проблем Вот это вот Все Будет нормально А В итоге Я просто Теперь не пользуюсь Дома телефоном То есть Всякие Ну то есть Я не люблю Смотреть там Твиттер Какой-нибудь Или еще Что-то с компа Ну не очень удобно Не знаю Не то А вот Ты там Пошел пожрать Например На кухню Да Там Можно как раз Полистать новости Телеграмм Почитать Твиттер Там Прочее И тут Планшет Оказался Идеальным То есть В условиях Домашнего Вайфая Планшет Прям Прям Вот Прям Прям Хорошо Что я Прям Целый день И вчера И позавчера В итоге Все Все свои ленты Листал На планшете А он Шустро И все Показывается Хорошо Все читается Большие картинки Вообще Все прекрасно Я Я Определенно Рад Покупке Я не жалею Я считаю Что нормально Не очень много денег На это потратил Поэтому Нет Никаких проблем Абсолютно Ну то есть Нет Понятное дело Новый миник Круче Но Это тот случай Когда Тебе условно Не нужно Айфон Про Тебе хватит Обычного Номерного Айфона Вот Или например Нет смысла Покупать Двенадцатый Типа Если я купил Одиннадцатый Вот тот же Самый случай То есть Я не вижу смысла Сейчас Срочно Попытаться Продать Вот этот Айпад Который я Только что Купил И Купить Новый Он Во первых Слишком Дорогой Во вторых Ну я Не могу Себе Сейчас Позволить Во вторых У меня Уже Есть устройство Которое Отвечает Три И Оно Это устройство Действительно Лучше Чем Мое Предыдущее Устройство Потому что Мое Предыдущее Устройство Еле Пыхтело И работало А это Справляется Ну то есть Вот Как любят В презентациях Apple Да Говорить И показывать На 60% Лучше На 80% Лучше Потому что На этом планшете Все что не запускалось На том Запускается На этом Твич Опять же Там Телеграм Call of Duty Что то еще Я там Устанавливал Уже Уже Запамятовал Да Че у меня тут Ну да Там Ютуб нормально Работает Ну то Того же Твича Его в принципе Не было Алиэкспресс Теперь можно Листать На большом Экране Большие Картинки Вот Это не очень Хорошо Правда Навигатор По моему На том планшете Работал Очень тормознуто И херово Или вообще Уже не устанавливал Ну то что там Старая ось На первом Миннике Старая ось Вот И правда Теперь я не знаю Что делать с первым Минником Ну то есть Не выбрасывать же Его просто Но у него Разбитый экран То есть Продавать его Тоже не продашь Уже На хер никому Не нужно Вот Поэтому Пока не знаю Что я с ним сделаю Ну Может быть Закажу чуть позже Экран И поменяю Разбитый экран На Похер Что это будет Не родной экран Вот И Поставь в душ А зачем Мне в душ Он не нужен Разыграй на стриме Зачем Нет Еще геморройцы Потом с какой-нибудь Доставкой Нет Камон Иди купи себе Планшет Айвек Если ты хочешь Планшет Не вообще Ну типа Камон Мы в 2к 21 Еще вы Продолжите Свестись На какие-то Розыгрыши Алло Будьте Взрослее Уже Розыгрыш Нет Вы Взрослые Люди У вас Есть Своя Жизнь Зарплата Формируйте Вы же Не школьники Какие-то Которые Вот Деньги Есть Только На обед И клянчите В интернете Бегайте По ютуб Каналам Чтобы В конкурсах Участвовать Ну Камон Будьте Ну Как бы Не знаю Вы Так Сильно Себя Не уважаете Что Ну Типа Серьезно Так Прям Побирайтесь На конкурсах Нет Я понимаю Что Выиграть В конкурсе Это Прикольно Но Прикольно Когда Знаете Вы Там Участвуйте В чем Что-то Делаете И Когда Какой-нибудь Крутой Приз Тем более Вам Нахрен Не сдался Первый Айпад Не знаю Это Во-первых Это Стыдный Конкурс Ну То есть Это Стыдная История Так Это Стыдный Приз На Конкурс Первый Айпад Который Еле Работает И С Помененным Экраном Камон Нет Когда Розыгрыш Дивился Нет Никогда Его Больше Не будет Здесь Я Как-то Выиграл В игромане Артбук И получил Его А также На Тейпе Выиграл 4-5 Тибер Молодец Поздравляю Поздравляю Смотри История Не про Планшет А планшет 1159 Ну Тем более Если он Имеет Такую Значимость Он Лучше Ну Останется У меня Потом Продам Его Когда Стану Богатым Знаменитым А Продам Его За Безумные Деньги Но Тогда Надо Его Не Чинить Он Должен Трес Чтобы Сохранить Свою Первозданную Первозданную Музей Музей Капитал Шоу 159 Да Если бы Такой музей Был бы В общем Такие Вот Еще Вчера Посмотрел Рикой Морти Я Что-то Как-то Забил Музей Что-то Вчера Что-то Иззевать Начал Проснись Давай Проснись Алло Так Вот Вчера Посмотрел Рикой Морти Пятый Сезон Что-то Не Смотри А Правда Я Посмотрел Как-то Я Забил Знаете Такое Ощущение Что Все Забыли Про Рикой Морти Раньше Было Время Когда Прям Все Хайповали По Нему Прям О Новая Серия А Ты Видел А Там Такое А Охренеть А Вообще А Сейчас Что-то Как-то Рикой Морти Рикой Морти Все Поставьте Нет Нет Уже Какого-то Такого Ажиотажа Ну Смотрел Прикольный Забавный Как И Всегда Забавный Странный Немая Что Еще Да Больше Ничего Вроде Больше Вроде Ничего В Первых Сезонах Одни Сюжет Были Встроены Была Потом Какая Упорка С рандомной Блин Это Везде Это Во всем Сезон Обычно Это Классическая Раскладка Для Большинства Сериалов Вначале Показывают Такие Немножко Филерные Фильные Развлекательные Серии Которые Ограничиваются Одним Сюжетом А После Середины Сезона Обычно Начинается Более Выстранный Сюжет Чтобы Привлечь Чтобы Удержать Аудиторию И Развить Какой-то Климпхенгер Которым Можно Ну Типа Которым Опять же Можно Удержать И В напряжении Аудитория Чтобы Постоянно Все Росло Интрига Обычно Ближе К концу Сезона Никогда Не Интриговал Рим И Никогда Не Понимал Почему Все Угорали Он Хаотично Забавный Ну То Есть Это Это Сериал Из Серии Скетчей В Каком-нибудь Family Guy Или Ну В основном Да Family Guy Когда Когда Персонажи Family Guy Ну Гриффины Говорят Какую-нибудь Глупость Типа Это А Ну Это Как Вот Тогда Когда Мы Делали То-то Самое И South Park Который Берет Какую-то Житейскую Проблему И Переворачивает Ее В Абсурд В Рике Морти Абсурд Это Сама Суть Здесь Нет Ничего Нормального И За счет Этого Интересно Смотреть Потому Что Все Абсолютно Ненормально Поэтому Каждая Серия Какая-то Какая-то Новая Плюс К этой Ненормальности Все же Добавляется Некие Некие Шаблонные Сюжеты Некие Причем Шаблонные Сюжеты Каких-нибудь Парадоксов Или что-нибудь Типа того Ну то есть Вот Одной серии Который Вчера Смотрел Где Рик и Морти Сделал Своих Дублеров Чтобы В случае Чего Если На них Нападут Ему Пришло Оповещение О том Что Дублеров Убили Но Все пошло Не так И его Дублеры Начали делать Других Дублеров А другие Дублеры Начали делать То есть Ты вначале Пытаешься Следить За тем Кто Может быть Кем Там есть А потом Все скатывается Типа в Кромешный Абсурд Когда дублеры Начинают делать Дублеров Хуже А те Делают еще Хуже Там Появляются Деревянные Дублеры Плюшевые Дублеры Ну то есть И С одной стороны Ну то есть С одной стороны Это абсолютно Ничего не значит С другой стороны Этот сюжет Обыгрывает Вот Довольно Такой Порой Классический Шаблон Создание Создателя Когда создатель Создает Каких-то Других Созданий По образу И подобию Себя А они Выходят Из-под Контроля Ну это Заигрывание С такими Штуками В том числе Или Тоже В одной Серии Которую Я смотрел Там Например Заигрывание С Временной Разницей Там Рик и Морти Открывают Портал В мир Где Время Течет В несколько Раз Быстрее Чем На земле И Рик Туда Ставит Вино Чтобы оно Там Настоялось Несколько Быстрее И оттуда Его забрать Но Посылает За вином Морти И Морти Там В общем В итоге Напарывается А Морти Случайно Забирает С собой Одного Из Жителя Той Земли Но Того Времени Который На секунду Заходит В наш Мир А Когда Возвращается Обратно Там Прошло Уже Целую Кучу Времени Там Его Жена Умерла И На этом Начинает Развиваться Абсолютно Безумная Сюжетная Арка Про Мир За Порталом В котором Морти Становится Каким-то Демоном Выходящим Каждый Раз В столетие Выходящим Из Портала И Там Люди Готовятся К его Приходу Чтобы Его Убить Ну Это Забавно Это Забавное Заигрывание С Классическими Сюжетными Шаблонами Но Превращающиеся В абсурд И Превращающиеся В какую-то Дичь Еще За счет Фантазии Сценаристов Помимо Того Что они Используют Классический Шаблон Они Еще И Фантазируют На эту Тему Еще Больше Еще Больше Короче Это Ну Это Я люблю Такие Вещи Потому Что они Играются С Неким С Некой Запредельной Фантазией То есть Что ты Еще Можешь Придумать Насколько Далеко За грань Реальности Ты можешь Уйти Это Круто Потому Что Ну Сценаристы Рика и Морти Может Быть Не умеют Писать Обычные Сценарии Вот в такую Заграничную Реальность То есть Заглянуть Очень глубоко И очень далеко Вот А иногда Получается Наоборот Когда Вот там Одной серии Которая Смотрела Она Про Я уже Даже Не помню Про Что Но Только Я запомнил Что там Больше Про Взаимоотношения Какие-то Были Типа Рика И Какой-то Инопланетянина И В общем То есть Ничего Такого Вот Я сейчас Не могу Вспомнить Какая была Вторая Там Как обычно Была Линия Морти И Линия Рика А Все Я вспомнил Там Морти Мутил С Супергероиней Которая Появляется Из Четырех Колец Четыре Персонажа Соединяют Свои Кольца И Из них Появляется Супергероиня Которая Типа Защищает Землю Про Переработку Мусора Вот Это Все Ну Вот Тут Как-то Получилась Страда С одной Стороны Есть Шутки Про Капитан Планета А есть Обыгрываются Шутки Про Борьбу За чистоту Планеты Обыгрываются Шутки С Этими Персонажами Которые Скрещивают Кольца Но Линия Рика И Морти Например Ну Как-то Ну Так Ну Типа Она Как-то Вообще Не Смотрится На Всем Этом И Здесь Несколько Меньше Такого Абсурда И Развитие Отношений С персонажами Тоже Довольно Плоские И Понятные То есть Ничего Такого Сверх Естественного В общем Бывает и Такое Ну Я Еще Не Все Посмотрел Поэтому В озвучке Сундука Да В озвучке Сундука Я Еще Не Все Посмотрел Но Мне Все Нравится Все Равно Приятно Потому Что Эти Вещи Рик И Морти Мультфильмы Аля Рик И Морти Они Знаете Они Не Заполняют Голову То есть Ты Вот Сейчас Здесь Смотришь Сейчас Новое Выражение В Сюжет Про Злого Морти Который Идет На протяжении Всех Сезонов Но Там Там Непонятно Они На Сквозной Сюжет Совсем Забили Как В прошлом Сезоне Я С Этого Начал Как Раз Что Так Происходит Как Правило В Большинстве Подобных Сериалов Типа Ситком Образных В Начале Сезона Вам Отвлекательные Вещи После Середины Сезона Начинается Основная Сюжетная Линия И то Она Как-то Вскользь Не знаю Как Здесь Я Еще Не Досмотрел Поэтому Я Не знаю Но Как И В Предыдущих Сезонах Река И Морти Большинство Серии Ну То Нет Они Иногда Бывают Что Если Это Второй Третий Сезон Они Бывают Что Они Сезон Начинают С Какой Предыдущего Но Дальше Все Равно Идет Такая Рокодная Но Я В этом Ничего Плохого Не вижу Вот Такие Вот Дела Че Еще Да Ничего Больше Че Буду Молчать Буду Говорить Только В Присутствии Своего Авокадо Больше Больше Мне Нечем Скоро Как Включилась Сыдук Даже Ролик Решил Записать Сезон Видимо Так Делал Раньше Я Не знаю Я Затем Не Слежу Мне Не Важно Мне Мне Не Важно Кто Как Относится К Чему Там Мне Нравится Илки Вот Что Еще Я Еще Сегодня Я Все Таки Решил Я Долго Думал Над Этим Не Долго Думал Но Я Думал Над Этим И Считаю Поступил Не Очень Правильно То Что Отказал Дракер Из Уайлд Он Закинул Пятихат На Второго Вторых Психонавтов И Я Такой Не 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 Буду Не Не За Что Никогда Об этом Подумал Но Он Закинул Пятихат То Он Сидел Такой Вводил Текст Кидал Деньги С Расчетом На То Что Я Постримлю Ну А я Я Прям Сразу Отказался Мне кажется Это Нехорошо Поэтому Я думаю Что Я Постримлю Все равно Психонавтов Но Я не буду Его проходить Сразу Сразу Объявлю Вот Чтобы Больше Не было Донатов На Психонавтов Я Поиграю Ну Не знаю Часик Наверное Поиграю Часик Или Может Быть Два И Все И Больше У него Играй Просто Потому Что The Joker Is Wild Закинул Бабки Нехорошо Не могу У меня У меня Совесть Я Совестливый Я Меня Это Беспокоит Я прям Я прям Почувствовал Как Знаете Как The Joker Is Wild Сидит Смотрит В Экран Или Слушает Я Так Говорю Нет Не буду Ни за что 500 рублей Просрал Я думаю Что Joker Is Wild Может Позволить 500 рублей Но Просирать Их Даже Не Даже Не Посмотрев Ни часа Игры Которую Заказал Не круто Я считаю Что Не круто Поэтому Я обязательно Постремлю Вопрос Только Я вот Думаю Я наверное Сегодня Постремлю Ну Я сейчас Закину Закину Геймпасс Сейчас Куплю Скачаю И все Нормально Будет Вот Выиграем Если он еще Закинет Я прошу Его еще Не кидать Вот так Прошу Его еще Потому что Только в одном Случае Он может Кидать еще Если хочет Если мне Понравится Потому что Я на данный Момент Отношусь К Психонавтам Нейтрально Мне неинтересна Эта игра Вот Я не хочу Мне Я не отношусь К ней с негативом Типа Говнище Сада Мне просто Я не получаю Я получаю Ноль эмоций Она мне не интересна Ни в геймплее Ни в сюжете Ни ничего такого Несмотря на то Что все писаются Кипятком Я очень прохладно Отношусь К платформерам То есть Мне мне просто Плевать Просто Спокоен Я просто Спокоен Поэтому Если придется Проходить Это целая куча Времени Я потрачу Зря Ну то есть Понятное дело Что Возможно Зачекер Будет Донатить Дальше Но Не хочу Ну то есть Нет желания Но он уже Задонатил Поэтому на данный момент Я обязан Убязан Есть обязанность А вот Но пока Я прошу Больше Не кидать денег Нужно получить У него подтверждение Что он услышал Я думаю Что он услышит Можно Сунгнейм Я не знаю Сунгнейм А отдельно Треки Они тут По-моему Я не знаю Кстати А есть плейлист Да Там есть плейлист Можете посмотреть Треклист Это Сейчас Какая-то 36 Это было Видимо Предыдущий Трек Значит Наверное 33 Это Некто Weird Inside Mechanical Иви Если тебя Интересовал Конкретно Этот трек Наверное Наверное Это он Но если не он Посмотришь Сустой Хотя Вот Сейчас Сейчас Видимо С 36 Играет Вот Вот Такие Вот дела Так что Я думаю Я сегодня Часик Поиграю В психонавтов Если они долго Качаться не будут Также Сегодня будет У нас Геймдев Вывод Что уже Среда А я На этой неделе Сделал Ноль Для игры Это очень плохо Так Делать Нельзя Но мне Надо еще Писать Обзор По Деслупу Надо В него Играть Но Там я уже Частично Написал Обзор Потому что Самая Основная Механика Понятна А про Концовку Я все равно Писать Не буду Сполерить Не буду Но Все же Я думаю Что я Наверное Добью Обзор К выходным А Сегодня Посвящу Время Созданию Спидометров И Добавлению Деталей В машину Плюс Надо переделать Колеса У меня В планах Переделать Колеса Чтобы окружность Была более детальная Добавить деталей В салон И Добавить В машины Спидометр Разного Ну там Стрелочки Надо Надо К Стрелочкам Приделать Косточки Чтобы Стрелочки Двигались Плюс Надо Подумать Над Разностью Спидометров Потому что Там Спортивных Машинах Спидометры Могут быть Одни Я так Правда Не понял Нужен ли нам Тахометр Или только Спидометр Тахометр По идее Мало Редко Добавляют Тахометр Он отвечает За Хотя У нас же Вроде Хотя У нас Нет Переключения Передач Поэтому А Ну вторая Стрелка У нас По моему Отвечала За За Турбо По моему Запас Турбо Наверное Посмотрим Вот такие Вот планы На сегодня Ладно Давайте Переходить К Новостюшечкам Новостям Которые У нас Произошли За Эти Сутки Естественно Самые Главные Новости Вчерашнего Дня Это Apple И Презентация Айфонов И Планшета И часов Новых Но Ну как Новых Новых Версий Понятное Дело Что Устройство Уже Не Новые А Версии Новые Но Помимо Apple Были И Другие Новости Итак Встречайте Новости На Новом Планшете Па-ба Айти Какой Мелкий Текст К сожалению Никак Исправить Это Нельзя Потому Что Почему То В приложении Вконтакте Для Айпэда Весь Текст Очень Мел Почему Они Не Добавили Возможность Увеличивать Шрифт Я Не Знаю Но Это Надо Обращаться Непосредственно К Вконтакту Может Быть Можно Как-то Установить Приложение От Айфона На Айпэд Но Наверное Для Этого Надо Удалить Это Приложение Чтобы Установить Новое Ну Как я Говорил Вы Все Равно Вы В любом Случай Не Читаете В любом Случай Не Читаете Мелкий Текст Поэтому Его Для Вас Читаю Я Поэтому Нет Никаких Проблем Зато Теперь Любая Ссылка На Которые Нажму Она В любом Случай Откроется Единственная Проблема Которая Есть Иногда Видео Почему-то Открывается В отдельном Плеере Сворачивается Это Окно И Открывается Другой Плеер Через Airplay Я пока Не знаю Как решить Эту Проблему Но Я Что-нибудь Придумаю Я Увеличиваю Шрифт Непосредственно На Айпэд Это Это И так Увеличено Вот Шрифт В Новостях Видите Он Системных Настройках Все Меняется Речь О Шрифте Несистемном Вот Если Я зайду В Настройки Видите Тут Все Нормально Довольно Крупно Видите Потому Что Да Конечно Есть Где-то В Экране По-моему Размер Шрифта Видите Да Вот Это Самый Большой Нужно Сделать Супер Маленький Семер Больше Я могу Сделать Жирным Жир Но Это Работает Только На Системный Шрифт И На Приложение Которое Этот Шрифт Поддерживает Приложение ВК С Айпеда Почему-то Не Поддерживает Я Не знаю Почему Спросите Края Обрезаны Нет Так И Должно Быть Потому Что Тут Есть Видите Есть Граница То Есть В Приложении Айпед Там Есть Граница В В Приложении Нет Шрифта Я Ну Я Искал Его Там Нельзя Поменять То Есть Вы Можете Поменять По-моему Настройки Чата не самое удобное на самом деле приложение у них то есть есть настройки и сжимать фотографии сжимать видео авто проигрывания и все и больше ничего нет вот а внешний вид мессенджер можно настроить этого мессенджеры можно настроить только только фон заднего задний фон и цвет и все то есть шрифт опять же нихрена не настроишь можно использовать системную тему но это 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 без разницы да все все то есть больше больше ничего во внешнем виде тут мессенджер использовать системную тему и автоматический режим почему нельзя настроить размер шрифта непонятно может быть они спрятали его куда-то в отдельный раздел так ладно возвращаемся обратно и читаем новости и так разработчик за месяц сделал шутер в духе quake который весит всего 13 килобайт он уместил туда два уровня три вида оружия разных противников динамическое освещение и даже саундтрек для сравнения гифка для этой заметки весит в сто раз больше самой игры игра а игра выглядит вот так вот похоже похоже на койк один примерно такой у некоторых пользователей старых консолей запускается киберпанк автором проекта под названием q1 к3 выступил программист доминик соблевский шутере есть два уровня которые вдохновлены картами е1 м1 и е1 м3 из оригинальной квейк игрок может использовать три вида оружия а противостоять ему противостоят ему пять типов противников в том числе собаки гав гав разработчику удалось уместить q1 к3 звуковые эффекты динамическое освещение также оригинальный саундтрек соблевский соблевский сделал игру на javascript а для дизайна уровня и воспользуется редактором trench broom предназначенным для создания кастомных карт для игры на движке квейк для игр на движке квейк это также сделал собственный инструмент позволяющий создавать оптимальный по качеству и размеру файла текстуры работа над q1 к3 заняла месяц программист работал разработал шутер для конкурса gs 13k games в рамках которого участники должны придумать игру на java script весом не более 13 килобайт победители получат денежные призы а также другие награды такие вот истории собаки без телепортов ага дайнлайт 2 перенесена с декабря на 4 февраля следующего года причиной переноса стало желание отполировать игру до допустимого уровня на следующей неделе появится в общем а дайнлайт а в этом декабре не выходит а выходит в феврале завтра playstation 5 точнее уже сегодня playstation 5 получит новое большое обновление игроки смогут вставлять сторонние m2 ssd в консоль можно переставлять местами иконки в дашборде теперь можно увидеть кто из друзей онлайн и оффлайн а раньше этого нельзя было сделать также станет возможным подтверждение или отмена нескольких запросов друзьям кроссген версии игр будут отображаться отдельно друг от друга в библиотеке можно транслировать определенные игры через playstation now в 1080p приложением remote play теперь можно пользоваться с мобильным интернетом трофеи с playstation 5 можно посмотреть на playstation 4 такой вот апдейт а том хендерсон снова делится инсайдами по его словам call of duty 2022 года окажется сиквелом modern warfare 19 и носит рабочее название project cortes тот самый карт с вид же си добавляет что сюжетная компания project cortes расскажет о том как спецназ сша ведет скрытую войну с колумбийскими наркокартелями по версии портала карт с из рабочего и из рабочего названия отсылка к фильму прямая явная угроза 94 года действия ленты тоже связано с наркокартелями колумбии а злодеем выступает полковник феликс кортес а project cortes укладывается в расписание релизов call of duty новой части серии выпускают по очереди инфинити ворд три арчи слэдж хаммер в двадцатом и двадцать первом свои call of duty подготовили три арчи слэдж хаммер а значит 22 должен стать годом инфинити ворд в свою очередь инфинити ворд как раз делала modern warfare 19 логично что и над сиквелом тоже работает она как пишет вид же си сейчас на франшизы call of duty тратится трудится 8 из 10 основных студий activision и около двух двух тысяч человек сюда входит не только project cortes но и другие проекты серии например в warzone который собирается менять с каждым свежим релизом основной линейки это все еще конечно же слухи поэтому ничего еще пока неизвестно на экране новости слева обрезается текст нет не обрезается все в порядке порядке а японский стартап представил неординарную вир гарнитуру предназначенную для использования в положении лежа шлем получил тактильную и ветряную что ветряную ветряную обратную связь поддержку контроллеров для ног а также рекордный угол обзоров сто тридцать 4 градуса посмотрим а ну да понятно дело потому что потому что здесь здесь лента уже когда переходишь в новость она на всю ширину разворачивается надо попробовать установить приложение для айфона на ipad так иногда можно делать вопрос только как потому что приложение с айфона скорее всего будет в шрифте намного меньше обновление для playstation 5 а я вчера ps3 достал зачем зачем в японии представили вир гарнитуру для использования положение лежа с ветряными ветряным обдувом и вибромоторами очень странно японский стартап дайв икс анонсировал неординарную вир гарнитуру предназначен для поражения виртуальный мир в низком энергетическом состоянии блина а ну видео понятно видео как это работает тут нет вы ложитесь и типа херня короче какая-то оказалось это думаю будет интересно оказалось херня так обновление стартует завтра да про это я вам уже рассказал в четверг фрагу эрс объявит дату релиза шерлок холмс chapter one оказывается версии для предыдущего поколения консолей задержится на несколько недель а для основных выйдет во время если вдруг переживаете за шерлока холмса а в digital foundry разобрали для служб на playstation 5 а мы выбрали из анализа главное кажется что аркинь создавала игру ориентируясь в первую очередь на трассировку лучей но играть с ней на консоли очень трудно из-за плохого фрэм фрейм пейсинга почитаем года for 2 буду проходить она больше нигде не запускается в доллар мне казалось а разве на четверке нету инстаграм на ipad от айфонов 100 до приложения погода тоже смотрите это айфоновское приложение поэтому поэтому я и думаю что может быть надо установить попробовать установить установить приложение даже видите вы можете увеличить поэтому я и думаю что надо стоит установить попробовать установить приложение с мобилочки на ipad он будет лучше работать посмотрим красиво но не играбельно с трассировкой лучей журналисты технического подразделения евро геймер протестировали деслуп на ps5 в целом они остались довольны картинкой хотя в ней нет ничего прорывного но вот играть со включенным ретрейсингом очень тяжело по крайней мере до патчей мы выбрали главный из анализов вдв отмечают что хотя до слуб не предлагает чего-то выдающегося в техническом плане это самая отполированная игра арки здесь хороший моушен блюр параллакс мейпинг и работа с эффектом глубины резкости на ps5 игра может работать в трех режимах производительности 60 фпс и динамическое разрешение качество нестабильные 60 фпс и динамическое 4к и с трассировкой лучей 30 фпс и динамическое 4к в первом режиме разрешение колеблется между 1296 и 2к технически она может опускаться ниже или подниматься до 1620 но происходит это редко все сделано для того чтобы удерживать стабильные 60 фпс например перформанс мод против windows вообще сжало жмыхнула новость режим качества отличается от производительности только нижней границы динамического разрешения в нем она может падать лишь до 1836 вот еще какие-то картинки сравнения перформанс мод и visual quality мод там вот какой-то same shadow map resolution фрейм рейд в режиме качества страни стремится к 60 кадрам в секунду однако из-за того что разрешение картинки не опускается ниже 1836 и заметны просадки хотя само изображение получается чистым и весьма близким 4к примерно похоже картинки в режиме с включенным ретрейсингом минимальная граница разрешения находится на отметке 1836 и а порой картинка рендерится в нативных 4к до слаб трассировка лучей используется для создания теней что иногда преображает уровне в деф полагаю что аркейн держала в уме именно этот режим при проектировании локации вот например без ретрейсинг из ретрейсинг а в digital foundry хвалят затенение которое создано с помощью трассировки лучей она меняет локации едва ли не сильнее чем тени и выполнен на очень высоком уровне с ретрейсингом до слупа выглядит гораздо лучше однако в 60 fps все же комфортнее fdf посоветовали посетовали на то что разработчики не предлагают режим сперти но более низком ничего посетовали на то что разработчики не предлагают режим сперти но в более низком разрешении а понял в режиме производительности фреймрейт практически идеальные небольшие просадки случаются лишь тогда когда игрок взаимодействует не спасет взаимодействует с компьютерами или кодовыми замками в режиме качества несмотря на заявленные значения fps фреймрейт практически всегда находится ниже отметки в 60 кадров в секунду в бою он колеблется между 50 и 55 fps в особенно напряженные моменты может опускаться ниже в режиме с ретрейсингом фреймрейт почти всегда держится на отметке в 30 fps но проблема в том что в деслуп ужасный фрейм пейсинг который мешает играть впрочем df считают что это могут исправить с патчами но исправление с помощью патчей не всегда конек аркей довольно долго приходится этого ждать игра по стражам галактики ушла на золото релиз состоится уже 26 октября и я взял эту новость потому что тут очень забавная гифка можно можно смотреть вечно как танцует песик правда они подлагивают на это понимаю лак это момент зацикливание когда происходит зацикливать к подлоге но забавный милый песик последняя крупная игра серии драйвер вышла уже в далеком 2011 году казалось что юбисофт махнула на франшизу рукой однако у нее другие планы драйвер переродится в виде телесериала серия драйвер возродится в виде сериала с живыми актерами зачем почему непонятно сериал готовится не для netflix или amazon prime а для новой стриминговой платформы бинж бинги почти как бунги только бинги и и анонсировали во время выставки е3 словам ее создателей сервис представить собственный премиальный контент на основе самых популярных игровых миров руководители будущего сериала говорят о партнерстве следующее сотрудничество с бинги бинга бинж позволит нам показать экранизацию драйвер напрямую фанатам которые страстно желают увидеть как франшиза оживает площадка запустится в двадцатом году появится ли телешоу по драйвер на старте неизвестно никаких дат пока нет юбисофт делает сериал силами своей дочерней компании ubisoft film and television совместно с бинги бинже бунже бинг бинж продюсерами выступит алан ангар режиссер фанатского фильма панч артед и винсетта таленте режиссер и продюсер сериала фоллаут ядер пауза исполнительными продюсерами стали джейсон альтман даниэлла криник и женева джонс тем временем юбисофт готовит сериал по assassin's creed и аниме адаптации splinter cell фар край и 2 кто знает может быть может быть выпустив сериал и сделав его неплохим или то что он понравится людям они сделают и следующий драйвер посмотрим но пока видите хотят только пока хотят только сериал сделать apple представила свои новейшие флагманы iphone 13 pro и iphone 13 pro max смартфоны но не только тут короче целая пачка давайте все читать что вчера прошла трансляция apple за которую я пока что не получил страйков если вы переживали на этот счет трансляции она как бы была но ее как бы не было она была в дослупе поэтому и придраться не к чему но трансляция apple вчера точно была и на ней представили новые продукты 14 сентября компания провела свое традиционное сентябрьское шоу собрали все анонсы с него в одном эти цены и даты старта продаж в россии начнем с самого самого или нет или наоборот давайте начнем с снизу вверх айфончиков iphone 13 pro и 13 pro max с поддержкой 120 герц и новым блоком камер с трехкратным зумом четыре цвета включая новый светло-голубой темно-серый белый и золотистый почти без изменений процессор а 15 бионик как и у базовых тренажах это новый процессор на котором выходят все новые продукты которые были представлены на этом мероприятии вырез на экране на 20 процентов меньше чем у про предыдущего года базовая яркость до 1000 нит про модели получили ltp о экран с переменной частотой от 10 до 120 герц он будет менять фрейм фреймрейт в зависимости от отображаемого контента чтобы сохранить заряд батареи то есть это будет не постоянный высокий фреймрейт а перемен если если на экране ничего не двигается то частота будет снижаться в 10 а если вы начинаете там про пролистывать ленту или взаимодействуете с каким-то графикой с какой-то активным будет повышаться вплоть до 120 герц обновление камеры у про линейки самое значительное в истории айфона добавили трехкратный оптический зум и более детальные снимки в темноте широкоугольная камера улавливает в 2 и 2 раза больше света а свершек широкоугольная на 92 процента больше света у основной камеры появилась функция макросъемки для фото и видео у всех трех камер включая телефото теперь есть ночной режим раньше для его активации использовался цифровой зум на основе воду то есть раньше была небольшая обманка ночник был только в одной камере но и снимался на него а потом изменялся потом под широкую то теперь в каждом в каждом зрачки айфона есть свой ночник свое за своя ночная съемка и они работают каждый по каждый модуль со своей камеры фронтальная камера получила все нейро сетевые функции включая deep fusion видео вдоль в dolby vision и smart hdr 4 камеры теперь смогут применять фотографические стили заранее настроенные профили smart hdr 4 с сохранением тона кожи тоном кожи эта функция доступна и на базовых дренажках в кино кинематографичном режиме видео можно применять фокус уже после съемки смартфон сохраняет информацию о глубине кадра его работу показали с помощью кадров от снятых цветов видео позже с обновлением прошивки в про моделях появится прорез видео съемка высококачественного видео 4к 30 fps для обработки в приложениях вроде final cut pro на модели со 128 8 гигабайтами будет доступна только 1080p поскольку у нее меньше оперативной памяти iphone 13 про работает на полтора часа дольше 12 про а у старший этот показатель вырос на два с половиной часа 13 pro max самый живучий iphone в истории и 13 про получит до 1 терабайта памяти 128 габайт теперь новые минимумы это про самые мощные айфончики теперь про 13 и 13 менее чуть-чуть послабше они получили стабилизацию как у 12 pro max более яркий экран и розовый цвет 5 цветов включая розовый синий красный темная ночь и сияющая звезда вариации золотистого размер челки уменьшили на 20 процентов но точно так же как у брошки сохранив и сойти у экрана увеличили пиковую яркость до 800 нет в базе и до 1200 нет в hdr новый процессор a15 бионик такой же как и в прошке 6 ядерный 2 эффективных ядра и 4 производительных на 40 процентов быстрее конкурентов 4 ядерная графика на 30 процентов быстрее конкурентов и 16 ядерный нейропроцессор для обработки фото и в базовый iphone 13 и 13 мини добавили стабилизацию через движение сенсора то что раньше было только на 12 промах ну то есть по сути почти все что все приколы которые были в 12 promax теперь перенесли в обычную тренажку разве что в тренажке всего две камеры у нее получается нет телевика в отличие от брошки чтобы уместить новую систему камер в компактный корпус сенсоры расположили по диагонали ультра широкоугольная камера теперь должна лучше снимать в темноте а у основной вновь увеличили размер сенсора он получает на 47 процентов больше света фронтальная камера теперь поддерживает съемку в видео в hdr deep fusion и smart hdr 4 время работы от батареи вырастет на 1 и 5 часа у мини и на два с половиной часа у обычного 13 обычной тренажки smart hdr 4 можно будет настраивать после съемки это не просто фильтр с холодными или теплыми оттенками поскольку изменения применяются в каждой области снимка отдельно и не касаются тона кожи людей видео лучше с помощью кинематографического режима съемки он динамически меняет фокус зависимости от содержания кадра например если герой отворачивается назад от камеры фокус переключается на место куда он смотрит фокуса можно управлять в том числе вручную кроме того система подсказывает когда человек входит кадр и за несколько мгновений до этого переключает фокус но кинематографический режим оказался самой большой мулькой всего этого мероприятия потому что похоже это все же не физический фокус а искусственный машинный программный фокус и по системы больше похоже что это просто обыкновенные баки размытый фон если у вас есть современные телефоны там наверняка после фотографии или во время фотографии у вас есть функция размыть фон это так называемый пол боки эффект блоки на профессиональной технике то есть фотоаппаратах с крутыми объективами этот блоки он ну как бы машины автоматично хардверный короче он появляется из-за особенности фокусировки за счет линз в смартфонах он искусственный то есть программа пытается почувствовать глубину и добавить это размытие и естественно если вы будете наваливать слишком много размыть это будет прям виден ореол чтобы человек фокусе ореол а за ним просто просто размыли фон это все мир нейротехнологии которые пытаются выделить человека и его обособлять иногда ну точнее иногда если вы не не злоупотребляете этой этой функцией то у вас могут получиться нормальные фотографии даже даже у меня по моему есть даже у меня по моему есть эта функция где-то чтобы портрет картрировать где-то можно было добавить на я не помню по моему по моему он добавляет мне казалось что можно было на на сделанном фото уже добавить но видимо нет видео нельзя видимо во время такого в токово время непосредственно надо как гашение экрана изменить эту iphone точнее ipad отрубается пока я чем-то другим занимаюсь короче весь этот кино кинематографический режим скорее всего не механический а софтверный а это значит что он работает не очень красиво это раз а два он работает только в 1080 30 fps этот момент они естественно не сказали на трансляции но потом если вы зайдете в характеристики устройства при покупке то там будет написано что кинематографический режим работает только в 1080 на 30 fps и это конечно же такое себе когда ты анонсирует что у тебя 4к 60 fps записывает там в dolby vision а вот этот режим работает только 1080 такой себе но в любом случае стоит ожидать что через год все эти цифры повысятся не через год кинематографический начнет снимать в 60 fps еще через год в 4к 30 fps и еще через год в 4к 60 fps а там уже и какие-то новые прикольные да теперь минимальный размер памяти 128 гигабайт максимальная 512 какой размер сколько дюймов экрана миника по-моему 5 и 5 и 1 помоле 5 и 6 можно зайти и посмотреть увидите я теперь могу спокойно зайти и посмотреть на сайт миник 5 и 4 обычный 61 прошки прошки начинается 61 промакс 68 но 5 и 4 это довольно довольно небольшой можно посмотреть по размерам да у него толщина ширина 64 миллиметра примерно 66 сантиметров получается толщина 7 7 миллиметров длина 131 обычно 11 обычно 11 он такой же толщины он чуть чуть длиннее 146 и чуть шире 71 и вот так вот руки что еще представили еще представили часики часики apple watch series на самом деле презентация звучит довольно иронично учитывая что говорим о мобильном телефоне а при ты претензии господи я как обычно пашу и читать претензии звучит довольно иронично учитывая что мы говорим подожди какая претензия претензии о том что в 1080 на 30 смысла нет не звучит когда у тебя телефон снимает 4к 60 fps в обычном режиме а в каком-то странном режиме где ты можешь менять фокус снимает 1080 на 30 то претензии звучит весьма не иронично я не знаю почему я не знаю может быть 4н ты из из прошлого к нам пишешь где телефоны все еще снимают в 3gb но современные телефоны пишут довольно неплохо видео от мы говорим о самом дорогом айфоне который есть на самом мощном и дорогом айфоне который есть на данный момент поэтому ой вернул поэтому да нет не иронично звучит я як фото и видео съемки современных устройств особенно айфонов отношусь весьма весьма позитивно что они снимают достаточно хорошо во всяком случае то что я видел меня вполне устраивает apple watch series 7 экран больше но дизайн с минимальными изменениями слухи про прямые грани оказались ложными дизайн сильно не изменили усилия 7 на 20 процентов больше дисплей почти без увеличения корпуса рамки стали на 40 процентов тот же совместимости ремешков осталось то есть у вас есть предыдущие ремешки они подойдут и к новым часам спящем режиме на улице экран теперь светит на 70 процентов ярче apple сделала редизайн watch us и приложений чтобы на экран помещалось больше текста и другой полезной информации сериус 7 поддерживает сериус сериус м сериус м поддерживает полноформатную клавиатуру с предиктивным вводом который следит за отпечатками то есть реально на часах будет клавиатур я вспоминаю вот эти вот времена девяностых там или двухтысячных когда были часы sony со физической клавиатуры где можно было что-то писать я правда не помню зачем там надо что-то писать но там была полноценная клавиатура очень маленькая но было вот теперь такая же маленькая клавиатура только сенсорная на сенсорном экране будет у сериус 7 она по-моему до этого была но она там совсем маленькая была тут она будет полноценная полноформатная у серия 7 будут уникальные циферблаты недоступные на других моделях усиленное переднее стекло на 50 процентов толще и прежний уровень защиты от воды пыли прежде время работы от батареи а прежнее время работы от батареи но зарядка на 33 процента быстрее с новым юсб си кабелем для 8 часов отслеживания сна нужно всего 8 минут зарядки фитнес плюс запустить запустится в ряде новых стран включая россию пять цветов с алюминиевым корпусом сияющая звезда синий зеленый красная и темная ночь модели из стали и титана как обычно недоступны в россии сериус 3 и с е оставят в продаже так и так вот цвета красный больше похож на розовый правда но я добавляю все равно будет два размера 50 и 40 миллиметров разнятся но вот самое самое понятное сравнение то есть вот серия с 3 видите там экранчик был просто квадратным в серии с 6 они сделали его округлым но есть большие не то чтобы сильно большие но есть вот границы в серии с 7 экран будет почти на весь на весь экран в том числе вот они тут показывают видите что цифры и прочность экран показывается даже на границах экрана даже на обтекаемые части тоже будет экран и тоже будет картинка но я часам отношусь спокойно особенно к таким дорогим поэтому редизайн ipad mini теперь с тонкими рамками и процессором от iphone 13 планшет получил новый дизайн с узкими рамками в стиле ipad pro и ipad air последних поколений работает на базе чипа а15 бионик того же что получил iphone 13 4 цвета серый космос розовый фиолетовый и сияющая звезда вариации золотистого размера ps экрана 8 и 3 дюйма в корпусе прежнего размера разрешение 2266 на 1488 пикселей при 326 пикселей на дюйм как и ipad air планшет использует сканер отпечатков в кнопке вместо face id mini обзавелся портом usb-c быстрой зарядкой передачи данных и 5g производительность cpu выросла на 40 процентов от gpu на 80 основная камера 12 мегапиксель 12 мегапикселей со вспышкой tritone поддержкой smart hdr 3 и съемкой 4к видео фронтальная ультраширокая на 12 мегапикселей с поддержкой центр стейдж отслеживание говорящего во время видеозвонка динамики теперь стерео у предыдущей модели были моно поддержка второго поколения apple pencil с магнитной зарядкой на боку планшета комплект поставки входит мощный адаптер на 20 ватт ну и вот так вот вот айпэд мини прям очень красивенький очень приятненький такой вот очень хорош очень хорошо стоит дорого но до цен мы сейчас доберемся сначала посмотрим на само устройство потом и цену видим а новый базовый айпэд быстрее и с улучшенной фронтальной камерой процессор обновили до уровня a13 bionic стоявшего в iphone 11 производительность графики выросла примерно на 20 процентов фронтальная камера теперь 12 мегапикселей с функцией центр стейдж а поддержка tritone в экране и поддержка apple pencil первого поколения дизайн не изменился два цвета космический серый серебристый быстрый адаптер на 20 ватт в комплекте поставки но это самый стандартный это вот вот как вот такой вот только это миник а такое же только по побольше 10-дюймовый миник он по моему 8 дюймов обычный айпэд он 10 дюймов то есть теперь у них есть айпэд мини с 15 биоником за 47 тысяч рублей у них есть обычный айпэд который вот с которой который с а13 бионик у них есть айпэд эйр который по моему с 14 биоником или тоже с 15 его представляли до этого и прошки которые с м1 по моему нишку в прошку м1 то вставили или нет я уже забыл это так давно было где-то в начале года короче супер мощный айпэд послабее в том же дизайне еще послабее обычный и миник который примерно равен эйру они примерно равны по мощности в про м1 ну да значит все правильно ну вот такие вот у них можно запутать я например считал что эйр это обычный то есть что они обычные перевели в эйр на самом деле эйр это еще отдельный планшет их есть крошка эйр обычный и миник ну а теперь цены цены и даты старта продаж в россии все новинки кроме apple watch можно предзаказать с 22 сентября и купить с 24 сентября цены на iphone с прошлого года практически не изменились однако у базовых моделей убрали вариант на 64 гигабайта на 128 сделали выгоднее базовый айпэд 10 дюймов от 30 и 1 тысяч рублей за модель на 64 гигабайта и от 43 тысяч рублей за модель сотовой связью на 64 гигабайта ipad mini от 48 тысяч рублей за базовую модель с вай фай на 64 гигабайта и от 62 тысяч рублей за базовую модель с 5g на 64 гигабайта. iPhone 13 mini от 70 тысяч рублей за 128 гигабайт. iPhone 13 обычный 80 тысяч рублей за 128 гигабайт. iPhone 13 pro от 100 тысяч рублей за 128 гигабайт и iPhone 13 pro max от 110 тысяч рублей за 128 гигабайт. В целом для базовой модели, скажем так, на 128 гигабайт, цены вполне себе, ну чуть-чуть дороже, но вполне себе по рынку за счет того, что это Apple. Ну то есть это представьте, что вы приходите выбирать автомобиль, вы можете себе купить какой-нибудь Kia, а можете купить Mercedes. Вот iPhone и в данном случае Mercedes. Но мне кажется не настолько дороже, хотя сейчас и у Kia целые такие, что мам не горюй. Вот поэтому сейчас у всех, сейчас у всех автовладельцев цены высокие. В целом цены не очень, я бы не сказал, что цены запредельные, особенно учитывая, что мы говорим об Apple. Вот. За iPhone 13 80 тысяч на 128 гигабайт вполне нормально. А если вас не устраивает, то вы без проблем можете сейчас подсуетиться и купить 12 iPhone. Что-то типа мы вчера смотрели за 55, за 55, за 60 тысяч. И вы сильно не прогорите на этом. Ну то есть вы, как мы вчера выяснили, вы не получите просто чуть-чуть более мощный процессор. Он обладает ровно теми же самыми ядрами, точнее ровно столько же ядер во всем процессоре, но они новые. То есть в старом в тренажке у нас бионик, а 14 бионик, а iPhone 13, в 12 а 14 бионик, а в 13 а 15 бионик и все. Вы не получите кинематографический вот этот эффект, который вам нахрен не нужен, потому что он какая-то мулька. И что-то... А, ну и батарея будет на два часа меньше работать в режиме просмотра видео. Объем памяти, да, в два раза меньше будет. Там iPhone 13 начинается от 64 гигабайт. Вот что вы и не получите. В всем остальном вы получите почти ровно то же самое, но чуть-чуть хуже будет камера, но в смысле там ночной режим они чуть улучшили в тренажке. В тренажке он тоже есть, тоже работает. И тоже все есть. Поэтому если вы хотели себе купить один из новых айфонов, то лучше, но не хотите тратить целую кучу денег, то без проблем можете купить двенашку и вы получите телефон, который долго будет актуально. Мулька. Ну да, что слово такое? Мулька. Когда Паша произносит миник, триггерюсь. Обычно последние годы я применял данные понятия к макмини. Ой, господи, кто вообще поменяет макмини? Ну, типа, кому? Есть iPhone мини, есть максимум iPad мини. Все остальное мини не существует, потому что в России мак вообще не существует. Поэтому... Радует, что лет 7 назад перестал следить за новыми телефонами. Столько бесполезной информации, не надо запоминать. Кто тебя просит что-то запоминать? Я вот читаю, например, я ее не запоминаю. Ну, и это вопрос, интересуешься ли ты какой-то темой или нет. Если тебя интересуют телефоны, то ты будешь помнить. А если тебя не интересуют телефоны, это никак не связано с тем, что... Ну, не знаю. Сейчас ты следишь за чем-то другим и запоминаешь какие-то другие даты. Радуйся, что у тебя не Альцгеймер, и ты вообще нихрена не можешь запомнить. Или Паркинсон, по-моему, да, при Паркинсоне. Вот этому стоит радоваться, что ты можешь сейчас хоть что-то запоминать. Потому что если бы ты не мог вообще нихрена запоминать, вот это было бы очень плохо. А так это же зависит исключительно от твоих интересов. Кто-то запоминает, не знаю, как игры проходить. Кто-то запоминает комбинации в Mortal Kombat, кто-то запоминает название каких-нибудь инди-групп. Я имею ввиду там инди-фолк или инди-рок. Так что... К каждому свое. Вот так вот прошла вчерашняя презентация Эплов. Такие вот они показали штуки. Прикольно, но... Паш заговорил про Паркинсона и задергался. Я думаю, что у меня вполне есть все предпосылы однажды получить Паркинсон. Хотя нет, я дергаюсь, потому что я нервный просто. В маке не существует геймдев для мобилок маке на первых местах. Ну и геймдев это ниша, ты можешь понимаешь? Тем более в России нет. Ну то есть, ну нет. В России, в принципе, маки это такая очень нишевая история. Потому что они очень дорогие. У нас... У нас... Такая ПК-рынок, он довольно сильно развит. И поэтому здесь скорее предпочитают вот собрать компухтер, чем купить вот модный какой-то. Но сейчас с М1, возможно, что-то поменяется, но до этого компьютеры от Эппл была история такая более привилегированная. Вообще, на фото не такие уж и маленькие. В случае, когда нужно щупать в магазине. Нет, в любом случае, даже 5,4 дюйма это не очень маленький телефон. Но мне, например, больше нравится... Я вот не люблю лопаты. Мне вот нравятся маленькие. Когда-то вот, когда вот ладошка в ладошку влезает, невысокий. Не знаю, мне так больше нравится. Но миник неплохой, но тут с миником что и с айфон мини, я имею ввиду, с ним что... Такая же, по-моему, история, как и с предыдущим миником. А именно, зачем покупать айфон 13 мини за 70 тысяч рублей, если можно докинуть десятку и купить нормальный... Ну, как нормальный айфон побольше. А айфон мини, если что, идентичен айфону 13-му. То есть, айфон 13 мини точно такой же, как айфон 13, только меньше. Он чуть-чуть меньше. Он 5,4. Но Apple делает ставку на то, что некоторым людям может не нравиться большой телефон. Но почему-то, почему-то продажи в прошлом году показали, что миник особо народу не нужен. Возможно, они просто в этом году сократят количество, но все равно будут его продавать. Ну, то есть, чаще всего люди покупают либо основную модель, либо прошку. Ну, то есть, кому надо побольше. Так что... Ну, то есть, опять же, если вы покупаете прошку, какой смысл покупать обычную прошку, если все приколы в Pro Max? Тоже, да? Особенно вот это больше всего истории. Если вы можете потратить на телефон 100 тысяч рублей, ну, то есть, на Pro, то вряд ли вы будете переживать за то, что вы сможете потратить... Ну, типа, вряд ли вы будете переживать за 10 тысяч сверху, чтобы купить Pro Max. Ну, то есть, если у вас есть деньги на Pro версию, то логичнее купить Pro Max, потому что он самый навороченный и самый крутой. Но тоже, я так понял, что Pro и Pro Max этого поколения, 13-го поколения, они идентичны. Ну, прям совсем похожи, в них никакой разницы нету. Поэтому это, видимо, вопрос только размера, потому что Pro Max, он чуть больше. Ну, можно перейти как раз в Apple и посмотреть. Видите, у обычного, у Прошки 6,1, а у Pro Max 6,7 дюймов. А так они, видите, обе модели идентичны, содержат одинаковые штуки. Никакого, никакого различия больше нету. Ну, а, окей, батарея еще, да, видите, у Pro Max, он побольше, в него можно запихнуть побольше батареи, поэтому он воспроизведение видео до 28 часов. А, Max, ну, то есть, вот опять же, если вы собираетесь купить самый мощный, крутой телефон, то за 100 тысяч рублей, то вряд ли вы будете переживать за 10 тысяч сверху. Про Max огромен и в карман не положить. Ну, я сомневаюсь, что это история про, ну, про людей, которые парятся на этот счет. Я 11-й еле ношу в кармане. Ну, это каждому свое, каждому свое. Вот. Такие вот. Надо было покупать мини. Надо было покупать. Но, если ты хочешь все крутые функции и камеру еще одну дополнительную, то тут уж размер, да. В мини, в мини так не впихнешь все это, они пока не могут. Богатые людям, богатым людям широкие карманы. Я думаю, они даже не в карманах уносят телефоны в каких-то барсетках, субтитрах. Разработчики Кена Bridge of Spirits объявили, что игра получит поддержку русских субтитров. Ну, еще на бразильском, на бразильском варианте португальского, если это вас волнует. В Кена Bridge of Spirits будут русские субтитры. Ну и прекрасно. Когда она там выходит? 21 сентября. А, на следующей неделе, между прочим, выходит. 21 сентября на АПК. Да. На АПК и PlayStation. Предзагаз. Предзагаз. Предзагаз уже отзгрыд. Отзгрыд. Вот. Барсетку. Ну да. Богатые люди, что не ходят с барсетками. Ну, мне кажется, у них есть какие-то такие сетки. Ну да, у богатых людей широкие штаны, широкие карманы. Cyberpunk 2077 получил патч 1.3. Он латает как геймплей, так и графику. Латает, летает. Пожалуй, главными пунктами патчноута можно назвать следующее. Исправлена ошибка, из-за которой базовые вариации предметов для заданий не пропадали снаряжение после улучшения. Исправлена ошибка, из-за которой способности, связанные со скоростью перезарядки, замедляли ее. Ха-ха-ха. Хотел прокачать зарядку? На-ка. Скорректирована высота усиленного прыжка. Скорость обнаружения крадущегося игрока, скорректирована в зависимости от уровня сложности игры. Теперь виз, открытой способностью скала, корректно выходит из занимации падения, когда попадает в аварию на мотоцикле. Графика. Исправлена ошибка, из-за которой дороги после дождя не выглядели мокрыми, что было вызвано работой над системой влажных поверхностей. В версии 1.31 влажные поверхности будут выглядеть еще более детализировано, чем до возникновения ошибки. Убраны волосы и или брови, которые были отключены в более ранних версиях игры. Исправлена ошибка, из-за которой выстрел из электромагнитного оружия сопровождался ослепляющей вспышкой. Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания не звоните соулу, герл держала невидимый планшет или сидела в воздухе во время видео вставки. Кроме того, авторы оптимизировали алгоритмы использования памяти графического процессора на PlayStation, подлатали интерфейс и исправили ошибки в нескольких заданиях. Ну и, если хотите, можно почитать полный список изменений. Ну, в смысле, вы сами можете почитать, я их, конечно, не буду. Вот для меня XR пока идеальный вариант. А у меня сумка. Вот у Кондина сумка. Кондин донатит, сразу видно. У него сумка для денег и для айфона. Специальный человек для ношения айфона? Нет, нет, это уж сейчас чересчур уже. Зачем специальный человек для ношения айфона, когда у них может быть специальный человек, который будет отвечать ему на звонки? С 12 LiDAR мне критичен, так что идеальный с 12. Но там нет Wi-Fi 6E. Господи, что у вас за запросы? Обязательно LiDAR, обязательно Wi-Fi 6E. Что вы там делаете? Вы порнуху в 4К смотрите, что ли? Я не понимаю. С LiDAR. LiDAR-то зачем? Что-то. Ты с 3D-графикой работаешь какой-ли? Не совсем идеальный, да. Запуск... Запуск Deathloop в Steam произошел... Господи, что ли? А, мелкий шифт, конечно, очень сложный. Я прям прям приходится прям близко читать. Ни хрена разглядеть не могу. Ну то есть я могу его разглядеть, но он такой мелкий и неудобный. Мне кажется, я глаза сломаю. Запуск Deathloop в Steam превзошел первый Dishonored, но далек от показателей Dishonored 2 и Prey. Новинка Arkane запустилась с 20 000 одновременных игроков, что больше первый Dishonored, но меньше рекордсменки студии Prey. Prey в 2017 году 24 594 одновременных игрока. Dishonored 2 22 000. Deathloop 20. Dishonored не РХЦП. Я не очень понимаю, что это значит. Видимо, оригинальный Dishonored. 19 900. Dishonored Death of Outsider 6000. Steam игра получила массу негативных отзывов за спорную оптимизацию, вылеты и наличие Denuvo. Движок Void Engine опять нагадил Bethesda. Но у меня, кстати, ни одного вылета не было. Вылеты. Нафиг айфоны для себя брать не буду. Ну окей. Кто же заставляет-то? Где можно порно в 4К смотреть? Не знаю, на подписочных сервисах каких-нибудь наверняка есть. В Nintendo Switch, а на PornHub что ли нету? Мне казалось, у них там наверняка есть какой-нибудь подписка Porn Plus. Где 4К порно? В Nintendo Switch добавили возможность подключить Bluetooth-устройство для вывода звука, но без поддержки микрофонов. С подключенными наушниками игроки также не смогут использовать больше двух беспроводных контроллеров. Свершилось невозможное. Спустя, по-моему, 4 года в Nintendo добавили поддержку Bluetooth-устройств. Видимо, спустя еще 4 года добавят возможность поддержки Bluetooth-микрофона. С подключенными наушниками игроки, да, видите, если у вас наушники подключены, то вы не сможете использовать больше двух беспроводных контроллеров. Ну, видимо, вся эта тема обусловлена какой-то технической загвоздкой, раз, видите, чем-то приходится жертвовать. О выходе новой прошивки объявили в Твиттере. Теперь Switch поддерживает Bluetooth-устройство для вывода звука, однако без ограничений не обошлось. В таком режиме пользователь сможет подключить только до двух беспроводных контроллеров. Устройство на Bluetooth также будет отключено во время локальной игры. Одновременно можно подсоединить только одно устройство, но в самой Switch можно хранить до 10 разных наушников. В компании уточнили, что Bluetooth-микрофоны не поддерживаются, а еще у пользователей может быть задержка в зависимости от модели наушников. После установки обновления Switch сможет оставаться подключенной к проводному интернету и во время сна, что позволит загружать апдейты игры. Это будет в оригинальном Switch? Да, это для текущего Switch. Хватит крутить экран. Что за чипы стоят в Switch? В плане Bluetooth вообще не знаю. Вряд ли, когда у вас больше двух, будешь использовать наушники. Ну, подразумевается, видимо, что вы не можете вдвоем использовать, да, наушники и прочее. Ну, я не знаю. Не то, чтобы это прям печальный компромисс. Было бы забавно, не знаете, если бы компромисс был из серии. Вы можете использовать Bluetooth-гарнитуру, но не можете, например, удаленно использовать вот эти вот Joy-con. То есть Joy-con должны быть присоединены обязательно к консоли, либо вы должны управлять геймпадом прошкой. Типа нельзя с наушниками, нельзя оценить Joy-con и управлять Joy-con. Что-нибудь типа того. Или можно, но работает только один Joy-con. Это была бы самая смешная штука, если вы можете подключить Bluetooth-гарнитуру, но работает только один Joy-con. Ебитесь, как хотите с этим. Ну и та же самая новость, которую я вам уже рассказал. CPU-GPU они свои делают или на стране подешевле берут. У них чип от NVIDIA. Вот эта Tegra. У них модифицированная Tegra X1. Самая первая Tegra, которая была, но несколько модифицированная. На основе, скажем так, на основе Tegra чипа, которому уже много лет и ходят слухи о том, что они вроде бы должны поменять Tegra. Но когда поменяют ХЗ? И это все новости, которые я для вас подготовил. Так, больше нету. Давайте пройдемся по свежим новостям, которые только что прилетели в наше инфополе. Game Director Valheim порекомендовал игрокам после установки нового обновления начать свое путешествие по миру с самого начала. Логично, потому что изменения довольно масштабные. На PS5 вышел апдейт весом около 900 мегабайт, который разблокировал слот M2. Про него я вам уже рассказывал. Игрок решил сделать в Minecraft всю галактику Звездных Войн. Он уже детально воссоздал Татуин и Корусант. Автор добавил в планеты все ключевые локации, в том числе крупные города вроде Mos Eisley и Mos Espa. А как он будет вот эту вот основную кактель? Планету, на которой одни офисы. Как он будет ее делать, все интересно. Ну, то есть еще момент. А, ну, наверное, на разные сервера все раскидает. Потому что как он в рамках одной карты плоской сделает все. 343 Industries заявила, что все еще не планирует выпускать Halo 5 на ПК. Игра упоминалась в списке из базы данных GeForce Now. Пока в студии сосредоточены на Инфинет и МСС. МССС. Так. Поддержка Bluetooth на свечах. Датамайнеры обнаружили в файлах Apex Legends изображение новой карты и другой контент. Давайте посмотрим. Вот изображение новой карты. Тропические острова. Такие вот. Новый скин и баннер. Это у нас лобо, по-моему, да? Лобо, лобо. Вот такое вот. Мало ли вдруг кто-то в Apex играет. Сейчас играю в Deadly Premonition. Мы хотим развлекать, а не возбуждать. Почему порно-игры для Atari 2600 разозлили американское сообщество? Господи. Скачай новые обои для айфона. Фанат воссоздает Minecraft планеты, города и звездных войн. Activision Blizzard снова оказалась в центре скандала. Компанию обвиняют в запугивании сотрудников и препятствии создания профсоюзов. Ну, восемь, но не так. Режиссер Венома 2 Эндисерки сообщил, что кроссовер, злодея с Человеком-пауком, когда-нибудь все же состоится. По его словам, это лишь вопрос времени. Постановщик считает, что с таким сюжетом не стоит торопиться, так как это может помешать рассказать другие истории в рамках двух вселенных. В PS Store стартовала новая распродажа с двойными скидками для подписчиков PS Plus. Можно выгодно приобрести Assassin's Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi Fallen Order и не только. LG представила 325-дюймовый DV LED телевизор за 1,7 миллиона долларов. Старшая модель с разрешением 8К обойдется в 1,7 миллиона долларов. Она весит около тонны и выделяет 16,5 киловатт тепла. Если вам нечем согреваться этой зимой, купите себе телевизор за 1,7 миллиона долларов. На фоне скандала Activision Blizzard сменила главу по персоналу. Ею стала бывший старший вице-президент по кадрам в Disney. Компания говорит, что перестановка никак не связана с исками. Да-да, конечно. Platinum Games сообщила, что геймдиректор Astral Chain и ведущий геймдизайнер Nier Automata работают над новым проектом. Неплохие новости. Удачи им сработаться. Это было неожиданно, что убило Apple после презентации iPhone 13. Ну-ка, и что убило Apple? Я теперь могу спокойно открыть новости на сайте вилс.ком iPhone XR Как я писал ранее, Apple убила один из своих самых популярных смартфонов. Причина проста. Несмотря на то, что компания еще будет его поддерживать года 3, он уже довольно старенький. Да, и его популярность каждым днем падает все сильнее. Поэтому, если вы ждали презентацию, чтобы купить подешевевший iPhone XR, то я бы советовал искать его остатки. Прайс дропа больше не будет. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max Самая неожиданная смерть, поскольку мы ожидали, что Apple уберет вообще всю линейку iPhone 12. Но сердце компании было безжалостным только к прошкам. А вот с iPhone 12 и 12 mini случился внезапный прайс дроп. В США все версии этого смартфона подешевели на 100 долларов, а в России на 15 тысяч рублей. Итого, современные цены выглядят так. iPhone 12 mini можно купить за 55 тысяч, а iPhone 12 обычный можно купить за 65 тысяч. Но это официальные цены. Следовательно, естественно, наверное, вы можете где-то еще найти цены еще дешевле. Топовые предложения, которые через пару месяцев станут еще интереснее. Полагаю, у неофициальных продавцов цена на 12 mini упадет ниже 50 тысяч рублей. Это ли неплохо? Скорее всего, я думаю, что mini заменят XR по цене. Сейчас XR можно за 45, по-моему, или даже за 40 найти. Я думаю, что mini куда-то туда и приземлится. iPad. Резонно, но Apple убила базовый iPad 8-го поколения и iPad mini 5-го поколения. Первый просто минорно обновили железом и камерами. А второй изменился весь, став маленьким и сладким. В следующем году ждем такое же обновление базового iPad. Все-таки 10-е поколение будет. Apple Watch Series 6. Тут убийство пока очень условное. Часы остаются в продаже до появления Series 7. Судя по всему, проблемы с производством решены, но начато оно было только на прошлой неделе. То есть пока недостаточно часов собрано для глобального запуска. Поэтому пока вы можете купить Series 6. Поступление в продажу Series 7, как мне кажется, объявят на следующей презентации, где Apple покажет новый MacBook Pro с Apple M1X, а также долгожданный AirPods 3-го поколения. Ожидается, что эта презентация состоится в октябре-ноябре. У нас полный список новинок и актуальными российскими ценами можете ознакомиться в нашем тексте. Ну, это я вам уже все прочитал. В DNS XR 64 гигабайта желтый за 40 тысяч. Ну, XR действительно несколько подустарел. То есть, во-первых, XR на тот момент был слабее, чем десятка. Потому что XR это как бы 10R. Был же XS еще. Он был послабее, у него была всего одна камера и прочее. А сейчас-то он уже совсем подустал. Поэтому, мне кажется, если вы выбираете новый iPhone, лучше смотреть на 11. 11 за 47. Ну, вот лучше, если вы хотели, то прям... Ну, вообще, лучше, конечно, двенашку брать. Ну, и в 11 тоже будет неплохо. Просто в 11, насколько я помню, в нем, по-моему, в Ширике нету ночной съемки. Там ночная съемка только в обычной, в обычной линзе. А вот в двенашке уже есть, по-моему, ночник в Ширике. Ну, то есть, если вы хотите пользоваться всеми приколами... Ну, я просто обычно смотрю именно на камеру. По мне, можете не судить. Я смотрю на камеру, и для меня, мне кажется, что камера в текущих смартфонах, не Apple, а вообще, именно то, за чем стоит тянуться и на что стоит смотреть. Потому что все остальное примерно одинаково мощное, много памяти. Батарея еще. Ну, батарея — это отдельная история. 11 с ночной, где именно ХЗ. Всего одна камера? В 11 всего одна камера? Мне казалось, в 11. В 11 одна камера? А, в 12, да, наверное, в 11 всего одна камера. В 11 две камеры. В две камеры, все. Ну, значит, да. Значит, в 11 две камеры, но Ширик там ночной не снимает. Точнее, он как бы снимает, но через хитрую систему. А в 12, я так понимаю, Ширик снимает в ночную уже непосредственно сам. Как-то так. И Nintendo выпустила свежее обновление для Switch, которое добавило поддержку трансляции звука на других устройствах. Эту новость я вам уже сегодня рассказывал. А это, значит, все. 1159 подошло сегодня к концу. Ночная съемка там хорошая. Да, не, не. В 11 тоже хороший телефон. Это тоже хороший телефон. Просто 12 чуть-чуть получше в плане камеры. А 13 так вообще хорош, но разница между 12 и 13 очень минимальна. Поэтому, в целом, двенашки, если вы не собираетесь много денег тратить, то вон, двенашки хватит. 11 и чуть-чуть в плане камеры хуже, но все равно хорошая. Все равно хорошая. Ночная съемка вообще впечатляет, когда ты первый раз фоткаешь. Я, когда первый раз фоткал ночную съемку на свой Pixel 3, я тоже охреневал. От того, что кругом темно, и ты сам ни хрена не видишь. А на фотографии все четко как будто днем. Это да. Это определенно. Определенно сильная технология. А вот. Итак, напомню. Сегодня я занимаюсь геймдевом. Именно я делаю модельки. Дополняю модельки для нашей игры, которую мы делаем. Мне надо сделать спидометры. Мне надо сделать дополнительное убранство. Мне надо сделать, в основном, и колеса изменить. То есть так, по мелочи немного, но это займет пару часов. И сегодня я планировал за тот пятихат, который накинул мне The Joker is Wild, поиграть часик в вторых психонавтов. Поэтому я сейчас оформлю короткую подписку геймпасса, скачаю психонавтов. Поэтому через часик, это где-то в три часа, наверное. Но зависит от сколько психонавты весят. Кто-то помнит, что если они весят 20 гигов, то, наверное, не через часик, а чуть-чуть дольше. Но мы можем начать с геймдева, потом перейти к психонавтам. Или наоборот, если психонавты скачают раньше-то так. В общем, посмотрим по ситуации. Но сегодня будут час-час психонавтов и геймдизайн. А именно, ну не геймдизайн, а будет скорее просто моделирование. Вот, какие сегодня вас ждут развлечения на моем канале. На этом все. Больше мне вам рассказать нечего. Была бы у них поддержка карт памяти, может ты взял бы. А зачем? В смысле поддержка? Возьми просто себе по объемам побольше. Не знаю, у меня телефон на 64 гигабайта. Ну, нет, он, конечно, подзабит уже, но я сколько пользуюсь. Нам надо просто видосики потереть и все. К айфону можно хоть флешку подключать? Можно. Да, можно. Можно. Есть флешки, которые подходят прям к айфону, которые можно вставить и прочее. Там через свое. Но, блин, камон, какие флешки? Вы, как вы, откуда? Вы из двухтысячных, что ли? Что у нас вот это вот флешки какие-то к телефону подключать? Перекиньте, перекиньте файл по телеграмму, камон. В чем, в чем ваши проблемы? Сейчас любой менеджер, мессенджер можно там перекинуть. Что вы собрали? Опять же, если у вас флешка, зачем вам использовать телефон? Вы же можете просто взять эту флешку и вставить в компьютер. Не понимаю я вас. Я вас, я вас не понимаю. Вы живете в прошлом, чуваки. Есть аирдропы, блютусы, хирусы. Есть, можно через мессенджеры все перекинуть. А вы какие-то флешки. Радио нету. Да включи онлайн радио. У тебя LTE на телефоне. Включи радио. Еще скажи, что нет антенки и телевизор нельзя смотреть, да? Я не пользовался... Нет, окей, я закидывал файлы на телефон. На свой андроид зачем-то. Не помню даже зачем. А книжки, все, я вспомнил, да. Надо было... Книжка была на даче, и чтобы на нее закинуть книги, ну, типа, тексты файлы, я закидывал их на телефон. И то только потому, что я не был уверен, что книжка сможет прочитать флешку. Вот. Только потому, что я был не уверен. Но в итоге, по-моему, книжка смогла прочитать флешку без проблем и все. Или у меня переходника не было. Там, по-моему, был мини-USB. У меня, по-моему, у меня были только Type-C переключения. Не помню, короче, только ради этого. Но это был один-единственный случай, когда я это использовал. До исключения, если вы хотите использовать устройство как флешку, чтобы какую-то информацию перенести. Ну, тоже, блин. Просто киньте в Telegram. Пусть вам вкинут файл в Telegram или что-то такое. Скайп лучше файлы обменника. CD-привод. Слышал, что когда-то нас вчера перекинул на VLG. Он сказал, что хотел поиграть с тобой. Ну, он ворваться хотел ко мне. Да, он же нам еще тогда на стриме говорил. Он пытался... Он 13-го числа еще, когда мы только в предрелизной версии играли, он пытался ворваться к нам, но у меня еще не было возможности. Ну, типа, я еще не играл. А потом, когда я включил, я же вам написал, типа, напишите, пусть врывается. Но он в итоге так и не ворвался, я так понимаю. У меня было... 13-го числа у меня было открыто. И он не вошел. Не вошел в меня. Вот. Я пытался к нему залететь, но у него было, как бы, закрыто. Потому что, я так понимаю, что... Не, он есть у меня в друзьях. И я, вроде, у него в друзьях есть, я думаю. Ну, почему-то... Ну, короче, я... А, ну, у него тоже был, видимо, закрыт проход в игру. Я не смог к нему залететь. Мы же пытались тогда. Вот. Такие вот дела. Все. Короче, приходите сегодня на стримы. И через часик буду вас ждать. Всех будем с вами модельки доделывать. Плюс будем смотреть психонавтов. Вот такие вот дела. На этом все. Спасибо, что смотрели. Люблю, целую, обнимаю. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok